Глава четвертая. Матвею нравилась Маргарита. Исполнительная, вдумчивая, совсем не наглая, но при том не забитая кучей комплексов, последних Матвей на дух не переносил. И она совершенно точно не смотрела на него иначе, чем как на начальника, чего он с самого начала опасался. В подтверждение этого факта служила ее уверенность, когда она закатила выступление перед матерью. Только прожженная стерва или абсолютно равнодушная к нему девушка могла бы с таким спокойствием врать о своих чувствах, ни капли не смущаясь. А Рита совершенно точно не была прожженной стервой. Матвей, в силу природного любопытства, только природного любопытства, а не каких-то иных соображений, наблюдал за ее отношениями с Дмитрием. Они в самом деле по утрам являлись в офис вместе, но никаких прилюдных лапзаний Матвей так и не застал. А подобное обычно раздражает, хотя мало кого из влюбленных останавливает. Выходит, что Рита — серьезный человек, не стремящийся демонстрировать первым встречным свою личную жизнь. Еще один балл на ее счет. В общем, чем больше он ее узнавал, тем сильнее недоумевал, отчего так раньше не хотел принимать молодых девушек на эту должность. И расслаблялся. Но едва расслабившись, почти мгновенно напрягся. Во время их вечерней работы, на пятый день, когда убедился в ее профессионализме, вдруг и напрягся. Она обладает красотой, той самой, которую не заметишь, если мимо пройдешь по улице, но зато если разглядишь, то уже обычной не назовешь. Она, по всей видимости, на самом деле влюблена в Дмитрия, и ничто ее с этой дороги не свернет, так что если в их с Матвеем отношениях и может зародиться червоточина, то исходить она будет от самого Матвея. Эта мысль звучала еще слишком нелепо при таком коротком знакомстве, но на всякий случай лучше держать дистанцию. Закончили они почти в десять вечера. Матвей не собирался ее подвозить и был очень рад, что она не закатила жалобные глаза к небу в ожидании сочувствия. Еще один балл в копилочку. А то ведь как бывает. Сегодня он ее подвез, потому что сам задержал на работе, завтра подвезет, потому что она на высоких каблуках, а послезавтра уже по инерции станет ее извозчиком. В конце концов, если у нее есть жених, то пусть тот и заботится о ее безопасности. И все-таки проводил ее взглядом до остановки. Так, чтобы совесть была стерильно чиста. В машине включил тихую музыку, лучшая атмосфера для снятия усталости и анализа. По поводу столичного инвестора он ляпнул, не очень хорошо обдумав, а теперь уже спокойнее вернулся к этой идее. Константин Симаков, владелец сети московских отелей, уже давно интересовался местным рынком. Строительство он начал еще в прошлом году, но при первых переговорах решил, что открытие рядом с новым отелем торговой точки больше нужно Матвею, чем ему самому. Тогда и отложили договор на неопределенный срок, но уже в следующем квартале отель будет готов к открытию. Потому Матвей дозвонился до него и настоял на еще одной неформальной встрече, хоть и понимал, что вероятность сделки катастрофически низка. И тут старый приятель, Игорь, выясняет, что в управляющие этим самым отелем Симаков ставит дочку, 25-летнюю наследницу всех его капиталов. Игорь даже договорить не успел, а у Матвея уже сжалось сердце, легкие и печень, все органы, отвечающие за любовь с первого взгляда. Тогда он даже ее фото не видел, но уже любил давно и сильно. Стоило маме только в очередной раз заикнуться о браке, как Матвей решился. Если уж жениться, то именно на такой очевидной страсти. Вероника Симакова, ко всем прочим своим достоинствам, оказалась еще и красавицей. Яркая брюнетка с таким взглядом, от которого у пубертатного молодняка ноги подкашиваются. Матвей рассматривал на экране монитора лицо с тонкими чертами и бровями в разлет. Долго и так не смог себе представить будущее без договора с Симаковым-старшим. Тьфу, без жгучего взгляда Вероники. Игорь, без подсказки поняв намерение друга, стал закидывать его советами. Игоря, в отличие от Матвея, красавчиком никто не называл. Он был широкоплечим, приземистым и обладал крупными чертами лица. Но язык у него висел на нужном месте, и потому с женщинами он сходился куда проще. Матвей не умел так флиртовать и выводить любую тему в романтическое русло, потому, когда они вдвоем выбирались в бар на охоту, девушки сначала поглядывали на Матвея, но очень скоро переключались на Игоря, профессионального наездника по ушам. Матвей же, вынужденный все рабочее время сохранять лицо, не собирался этого делать в свободное время. Потому он часто бывал излишне эмоциональным, не подбирал слов, да и вряд ли был настолько заинтересован в удачном итоге любой вылазки в бар, чтобы делать над собой какие-то усилия. Однако в данном случае он внимал советам приятеля, но осознавал, что вряд ли способен взять их на вооружение. В пятницу как раз и намечается ужин. Первая очная ставка Матвея и любви всей его жизни. Вполне возможно, что удастся договориться о строительстве на территории Симакова его магазина. Это будет лучший исход встречи. Ну и не помешает заодно оценить эту самую Веронику воочию. Ведь со знакомства и начинаются любые совместные истории. На неформальную встречу тащить секретаря глупо, поэтому Матвей решил просто подарить Маргарите и Дмитрию ужин в том же ресторане. Влюбленные развлекутся, а Матвею не помешает любая удача. Нет, после ее собеседования он не уверовал в мистику, но, тем не менее, выкинуть из головы совпадение не смог. Потому пусть Маргарита поужинает с любимым за его счет и, если получится, принесет Матвею еще одно совпадение. Чем черт не шутит? Матвей Владимирович не предложил подкинуть ее до дома, и Рита пока не могла определиться с отношением к этому. Спросил только, вы доберетесь? Дождался уверенного кивка и направился к стоянке. Конечно, он и не был обязан настаивать, но все-таки время позднее как-то не по-джентльменски. Рита сама рассмеялась с этим мыслям. Какая глупость в голову приходит после затяжных вечерних посиделок наедине. Но, когда она выходила из автобуса на своей остановке, там ее уже ждал Димыч. Поднял плечи, нахохлился, как пингвин. Очевидно, что стоял на холоде не меньше получаса. Не обязательно было меня встречать. Рита на самом деле так считала. Я и не собирался, — недовольно буркнул сосед. Но сестра вгрызлась мне в печенку, пришлось сбежать, чтобы выжить. В следующий раз я тебя возле приемной буду караулить, там хоть тепло. Рита подхватила его под локоть и пошла рядом, но извиняться за неудобства не собиралась. В конце концов, Зорины сами ее на эту работу устроили, и если теперь возникли издержки, то не по вине Риты. К тому же она была очень рада возможности рассказать, в какой восторг от начальника пришла. Димыч слишком замерз или тоже устал, потому по большей части отмалчивался. А когда она принялась повторять по третьему кругу, перебил. — Очаровательный биг-босс в душе твоей струну задел, но нескончаемый понос словесный вызвать не хотел. — Димыч! — Что, плохо рифмую? Ты почему такой раздраженный сегодня? — От недотраха, полагаю. Такое в моем возрасте случается. А в твоем? — Рита хорошо знала друга. Такое настроение с ним приключалось редко. — Димыч! Она поняла, что заболталась о своем, а иногда людям хочется, чтобы и их делами интересовались. — Почему у тебя до сих пор нет девушки? Ведь ты красавчик, как их поискать. — Ты это специально врешь, чтобы я тебе мороженку купил. Рита в самом деле очень любила мороженое, но вряд ли вынуждала Зорина их себе покупать, а не сами. Особенно часто это делал Димыч, хотя к сладкому был равнодушен. Она крепче сжала пальцы на его локте, остановилась, развернула к себе и сказала совершенно серьезно. — Не вру! С чего ты это взял? — Димыч, я на самом деле считаю, что ты симпатяга. — Врешь. — Нет. — Тогда давай встречаться. Рита только на секунду опешила, но потом сообразила, что шутит, и рассмеялась. Потащила его снова вперед, но разговор этот запомнила. Друга что-то тревожит. И вполне возможно, он почти точно назвал причину. Димыч не любит легкомысленных женщин, не терпит связей на одну ночь, совсем не такой человек, хотя раньше именно таким и являлся. Но притом тонко чувствующий, умеющий быть верным и надежным. Димычу совершенно точно нужна девушка. Возможно, стоит переговорить об этом с Иринкой. Она хоть и сама одинокая, но брата знает лучше. Может быть, ему просто некуда привезти девушку, ведь в квартире постоянно кто-то есть. Почему-то настроение тоже испортилось от понимания. Все они втроем одинокие. Все держатся друг за друга, и если так пойдет дальше, то и состарятся этой же самой троицей в общей квартире. И когда-нибудь Рита на самом деле начнет встречаться с Димой, как давно прогнозировали ее родители, но вряд ли это будет лучший исход для них обоих. Все идет не так. И все валится из рук. Дима знает ее столько времени, так почему вдруг сейчас удивляется? Ничего между ними не будет. Рита слепо может рассмотреть в нем только родного брата, а ему и единственной сестры выше крыши хватает. И ничего не изменится, если вдруг мир не встанет с ног на голову. Утром они явились в офис все вместе, как обычно. Матвей Владимирович зачем-то вышел в холл. Рита напряглась и уставилась на часы, не опоздала ли. Но Матвей Владимирович улыбнулся всей компанией и ответил на приветствие, а потом задержал Диму. Дмитрий и Маргарита, на пару слов. Дима пожал плечами и остановился. Еще недавно самый лучший шеф в мире отчего-то стал казаться злобным и беспринципным негодяем. Однако после следующих слов Дима вмиг вернулся к предыдущему отношению. — В качестве извинений за то, что вчера так надолго задержал Маргариту, я предлагаю вам ужин в пятницу в Клеопатре. Только вы вдвоем. Компенсируйте вчерашний вечер. Ни в чем себе не отказывайте. Идет? Дима, кажется, расслышал каждое слово, но вряд ли понял смысл. Чувствовал только, как мир переворачивается с ног на голову. Матвей Владимирович, сам о том не подозревая, толкает их на первые настоящие свидания. И если даже в шикарном ресторане за бутылкой дорогого вина Рита не сможет посмотреть на Диму другими глазами, значит, больше и незачем мечтать о шансах. Но сама Рита на это предложение усмехнулась. «У вас там ужин со столичным инвестором, Матвей Владимирович. Вы меня в самом деле хотите использовать как талисман?» «Я вас нанял, имею право», только и ответил начальник, после чего ушел. Дима уставился на Риту, требуя объяснений, но она только брови приподняла и сказала. «А ты чем недоволен? Не хочешь со мной ужинать?» Иринка, правда, разозлится. «Я...» Слова шли трудно, путаясь с надеждой. «На халяву и с тобой поужинать могу. Даже на свидание сходить, раз начальник хочет. Сестра поймет». «Вот и славно!» Рита хлопнула его по плечу и поспешила на рабочее место. Ближе к обеду в его отдел заглянула Иринка позвать перекусить вместе. Рита должна подбежать минут через десять. Чтобы чем-то занять время, Дима рассказал о странном утреннем предложении шефа. Он и не рассчитывал, что Иринке станет смешно от того, что Биг Босс надеется на привлечение удачи. Сестра вообще не находила эту тему смешной. Но она задумалась, а потом вытащила кубики из кармана и бросила на подоконник. «А, да. Рита вчера что-то говорила про ужин с инвестором и какую-то важную сделку. Два-один». Дима и сам видел результат, но подыграл Иринке. «Это сильно плохо. Инвестор не только не заключит с Биг Боссом сделку, но еще и у него денег попросит». «Да нет. В кои-то веки магия чисел Иринке была неочевидна и даже заставила глубоко задуматься. Но что-то будет плохо. Кому-то плохо». «Кому? Биг Боссу?» «Не обязательно». Сестра пожала плечами и посмотрела на него. «Кому-то из участников. Биг Боссу? Рите? Инвестору? Или тебе?» «А я-то здесь при чем?» «Тогда почему у тебя вид такой тухлый вчера был?» Она даже приподнялась, чтобы еще пристальнее вглядываться в его лицо. «А вчера-то здесь при чем?» Дима начал злиться. «Ну-ка, выкладывай. Кубики не врут. Вчера взгляд был тухлый, а сейчас блуждающий. Что происходит, брат?» Терпение Димы закончилось парой повторений одного и того же вопроса назад. «А кубики-то здесь при чем?» «Так-так. Вчера, когда Ритуле про Биг Босса весь вечер жужжала, ты на глазах тух, а сегодня замаячил ужин наедине, который ты как бы сам и не планировал, и у тебя даже цвет лица оздоровился. Ты случаем в нашу Ритулю не втюрился?» Дима скривился. Такой подставы он от родной сестры не ожидал. Он никогда не считал Иринку дурой, но и особой наблюдательностью она не отличалась. «Об этом тебе кубики сказали?» «Конечно. Она и не собиралась сдавать позиции. Я же бухгалтер, повелитель цифр и властелин данных. А почему ты тему переводишь, а?» Дима не ответил. Вот после этого короткого «а» ему и нечего было сказать. Сестра подпрыгнула на месте. «Во дурак!» Да, ее поддержку переоценить сложно. «Ты почему же, Дупель, раньше не сказал? Зачем же мы ее подбок самому бигбоссу устроили? Зачем в нашу квартиру зазывали? Разве ты не понимаешь, что романтические отношения всегда начинаются до, а не после такой тесной дружбы?» «Отстань уже!» «Придумала себе!» «О, дурак!» На этот раз тише и почти жалобно протянула Иринка. «Я ведь и не знаю, чем помочь!» Помощи в этом вопросе Дима от сестры и не ждал. Ему вообще не нужна была помощь. А теперь на душе еще заскребло так, как если бы сама душа невыносимо зачесалась. Сидела себе столько лет внутри, уже ко всему привыкшая и на тебе. Иринка ожидаемо теперь уняться не могла. Как только выдавалась возможность поговорить один на один, начинала строить какие-то планы, чем только еще сильнее портила настроение. Дима решил продолжать отрицать. Так намного легче было выносить неуместную поддержку. Но при том вечера пятницы ждал, твердо уверив себя, что если в этот день ничего не изменится, то уже в субботу утром он рванет на улицу в поисках новой любви. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...